Продолжение следует... Создать, помимо образа Анны Ивановны, памятник музейным работникам, и в частности именно Павловска, которые этот дворец сумели где-то сохранить, несмотря на войну, что было возможно. И, конечно, самое главное – это воссоздать и хранить сейчас. Это, наверное, главная идея этого памятника. Он у нас задуман в виде сидящей фигуры. Потому что, на наш взгляд, именно фигура сидящая больше пространства возьмет, нежели стоящая. Потому что стоящую там надо делать невысокую, небольшую. Она просто потеряется между кустами и деревьями. Предусмотрено и архитектурное оформление этой небольшой площадки, чтобы можно было и где-то посидеть, чтобы можно было и небольшой митинг провести. К нам на секцию скульптуры обратились представители Павловского музея с просьбой провести конкурс на памятник Анне Ивановне Зеленовой, на который был очень большой отлик и очень много было проектов. Много было из них интересных. Но так получилось, что наш проект в результате довольно большой борьбы получил возможность реализовать себя. Этот памятник у нас задуман, естественно, Анне Ивановне Зеленовой. Человеку необычайно интересному и необычайно много сделавшему для Павловского дворца. Это, можно сказать, новый образ Павловского. Благодаря ей он воссоздался, сохранился. И те сотрудники, которые сейчас работают, все время высказываются с глубочайшим уважением о Бабане Ивановне. Поэтому нам было очень интересно познакомиться со всеми материалами, которые есть. Большим количеством фотографий. Ее письмами и воспоминаниями о ней. И в результате родилась идея представить ее сидящей с поворотом на дворец. И даже для большего выразительности мы решили еще дать ей в руки планшет, где был бы исполнен и план Павловска, и на другой стороне текст, что этот памятник посвящается и Анне Ивановне, и в то же время всем музейным работникам. Как бы в ее лице. Материал этого памятника у нас предполагается бронзом. Как сказал один поэт, что бронза достойна полководцев, военных и поэтов. А я бы прибавил еще и музейных работников, как героев тоже. Потому что это действительно герои и того времени, и нашего времени. Постамент задуман невысокий. Чтобы памятник был достаточно доступен к зрителю. И, конечно, какое-то благоустройство обязательно. Чтобы можно было и посидеть, чтобы можно было и собраться, и чтобы можно было и венок положить. Чтобы можно было просто подойти, приглашал этот самый памятник, подойти к себе и обойти вокруг. Вот, наверное, пожалуй, и все, что я могу рассказать о нашей идее. Было много эскизов. И в результате остановились на этом. Место выбрано инспекцией памятников, геопом. И утверждено возле оранжереи. Там красивое место, высокая горка, кругом кусты сирени. И оно очень одновременно и торжественное, и камерное. То есть, то, например, что и должно быть в этом памятнике. Оранжерея здание симметричное, достаточно архитектурно оформленное, несмотря на свою утилитарную функцию. Но его ориентация, этой оранжереи, настолько непонятна. Она не имеет какой-то оси, явно выраженной. И поэтому располагать по оси оранжереи скульптуру было бы странно. К тому же Анна Ивановна к этой оранжереи отношения не имеет. Я вот считал, что надо было бы сделать такую площадку, не приподнятую над территорией. Там вообще место очень сложное, и, подговоря, пересеченный рельеф уместности. И благодаря вот этому повороту дороги, поскольку, в общем, оно проезжее такое место, транзитное, негде остановиться. И водитель в этом месте должен все внимание на дорогу, еще и на спуске, и на подъеме тоже обращать. Отвлекать не очень хотелось. Поэтому отсюда вот эта идея круга, который создает такое несколько замкнутое пространство вокруг памятника. Памятник не открытый вовне, во внешнюю среду, а наоборот, как бы создающий свою камерную территорию, такой участочник такой, с небольшим заглублением в тот склон, который там имеется. Ну, придется произвести какие-то работы, если будет принято все-таки, надеюсь, это решение. И, ну, некоторая дань, может быть, удастся осуществить с современного модернизма, поскольку тротуар и дорога имеют уклон вниз, то вот эта вот круглая площадка. Получается, если ее сделать горизонтальной, будет врезана местами ниже уровня дороги, а местами выше уровня дороги. Поэтому там может такая очень интересная игра ступенек получиться, когда часть ступенек на площадку будет вести вниз, спускаться, а часть ступенек ведущая на подъемную площадку. Ну, и ступеньки... Игра форм. Да, да. Игра с рельефом. Рельеф, с рельефом. Ну, это в стиле Павловского парта, кстати. Ну, кстати, да. Вот использовать этот рельеф очень бы хотелось. И саму площадку тоже сделать слегка наклоненной к дороге, к зрителю. Что нужно было. Да, да. И это, с одной стороны, придаст некоторую остроту. Ну, просто плоская площадка, наклонная. А с другой стороны, луж не будет. А с другой стороны, луж не будет. Даже прагматичность такая здесь. И ступеньки уже пьедестала самого будут врезаться в эту площадку. В этом случае, как бы, уходя в нее. Такой вопрос. Я хочу говорить вообще о самом этом месте. Не с точки зрения архитектуры, да. А с точки зрения обоснованности, что памятник должен находиться именно на этом месте. Надо сказать, что это действительно не совсем обычное место. И мы очень рады, что Комитет по градостроительной архитектуре и ГИО пошли на встречу и согласовали на Номина это место. Потому что среди многих, которые предлагали, в том числе и жители Павловска, откликнувшись на нашу заметку в Царскосельской газете, именно потому что, во-первых, на этом месте в свое время стоял после войны дом, в котором жили сотрудники Павловского дворца. И в том числе и Анна Ивановна. А во-вторых, это очень такой, мне кажется, важный момент. Если мы откроем блокадный дневник, Вера Инглер, писательница, она описывает там случай, когда уже после снятия блокады, она вместе с деятелями культуры поехала в Павловск. И по пригородным местам смотреть состояние дворцов, парков. И когда доехали именно в Павловск, то именно на спуске к Большому каменному мосту автобус остановился, потому что дальше проехать было невозможно. Большой каменный мост был разрушен. И, как пишет Вера Инглер, она еще не знала, кого зовут, что девушка из Павловска выскочила из машины и бегом побежала через Дины, через реку, через вот этот мост, побежала туда, к дворцу, смотреть, что же там произошло. Вот это была Анна Ивановна Зеленова. Поэтому вот совсем путь начала вообще движения как такового, восстановления. Да, именно с этого места. Поэтому нам очень действительно здорово, и нам кажется, что это прекрасно, что именно памятник будет на этом месте. Потому что другого, более достойного места, наверное, не подобрать. Хотя, конечно, как я говорю, предложений было очень много. И жители предлагали, они тоже очень откликнулись на нашу заметку. И, конечно, у каждого житель Анны Ивановны своя, олицетворяет что-то свое. И поэтому каждый считал, что вот какое-то место. Но в основном предлагали парк и другие места. Но нам, во-первых, хотелось, чтобы это было именно в городе. Поскольку Анна Ивановна никогда не разделяла город и парк. Колонный конец света. Но из этой ситуации, как и из многих других... Наверное, даже жители знали, говорили, обсуждали. И поэтому на могиле у нее стоит обелиск в виде колонны конца света. То есть якобы таким вот образом все-таки... А что касается вообще, как возникла идея, чтобы памятник был. Ну, с одной стороны, об этом сложно говорить. Потому что, как всякая идея, даже если она вдруг спонтанно возникнет, все равно есть какая-то внутренняя работа, некоторое время проводится. И потом эта вся работа возникает, конечно же, выливается в эту идею. Может, она вообще будет первый памятник музейному работе? Да, безусловно. А Анна Ивановна для Павловска, она такая личность легендарная, что и значительная, что никакой другой личности не сравнится с ней. И поэтому, если уж ставить в Павловске памятник кому-либо, то, безусловно, только Анне Ивановне. Но, и ставя вот этот памятник, безусловно, мы преследовали, во всяком случае, нашей организации, несколько целей. Это, во-первых, безусловно, увековечить ее имя, да, как человека конкретного, и как музейного работника, безусловно, который именно является автором определенной технологии и методики по сохранению музейных ценностей, да, которые пользуются до сих пор. Ну, и, безусловно, третье, это для нас, как жители Павловска, чтобы на территории города появился еще один памятник, который бы стал притягательным для туристов, если мы говорим о Павловске, как о каком-то туристическом объекте, да, не только в рамках Дворцова паркового ансамбля, но и вообще города, поскольку там у нас находится тоже много объектов, не менее интересных, чем сам Дворцов паркового ансамбля. Мне кажется, вообще там вся эта дорога к Дворцу, она может быть вообще памятниками отмечена какими-то... Ну, вот наше это желание, так сказать, эту дорогу немножко расширить и в сторону города направить, чтобы как бы туристические автобусы захватывали и город, и смотрели те же самые работы и Бренна, это крепость Бив, да, и Кваренги, и нашу церковь Николая Чудотворца. Вот, то есть показать есть что. Ну, и много, конечно, надо восстанавливать. Ну, это уже другая история, тоже не менее интересная, но с этим памятником много еще предстоит, конечно, и мы связываем с ним много очень хорошего. Мы считаем, что появление его на Павловской земле, оно придаст как бы силы, да, и как бы немножко наше население, ну, как бы станет душевнее, да, и станет немножечко сильнее духом, видя вот эту женщину и видя творение ее рук. Но предстоит, безусловно, еще много сделать, в том числе большой вопрос, это, как всегда, финансовый. Вот, поэтому мы постараемся привлечь к этому, ну, и, соответственно, как бы народ, потому что очень многие люди подходили и говорили, пожалуйста, скажите нам счет, мы хоть сколько-нибудь, да, мы перечислим. Вот, безусловно, мы надеемся на музейное сообщество, и на их помощь, безусловно. Но и, наверное, все-таки найдутся и среди деловых кругов люди, которые помогут нам в этом. Поэтому, вот, основная работа для нас, по крайней мере, вот такая. А все остальное за Борис Михайловичем. Ну, вот Ольга Николаевна. Ольга Николаевна, да, и Виктор. Отталкивались от, ну, во-первых, существующего материала. Естественно, в первую очередь, это фотографии. А потом, да. В книге Анатолия Сергеевна много фотографий. Да, там очень хорошая она показала, да, вот она. Да, книга замечательная. Вот, и, конечно, воспоминания, они играют огромную роль тоже. То есть не то, что изобразительная, а также вот именно свыше, какой она была человек, это очень важно. Замечательно. что вот издали ее, причем в таком хорошем обрамлении. О, какие фотографии прекрасные. Вот они все. Это очень высокохудожественная мягкая фотография. Да. Для Дилавида Сергеевна, это, своего рода, тоже подвиг. Конечно. Это книга написать, и к чему, как бы, руководство с памятью, там. Написать, а еще и издать такой подвиг, это же, это же, надо деньги найти. Она главный хранитель памяти об Анне Ивановне, безусловно. Поэтому, своего рода, это памятники ей даже, да, по-самому, то, что она создала этот книг. Потому что появились там воспоминания позже. Мы, чем можем, ей помогаем, мы и в проведении вечеров памяти, в здании. Вот такая хорошая, смотрите, она в повозке сидит. Да, да, да. Вот замечательная фотография с цветами Анны Ивановны, вот именно такая романтичная. А она цветолюбивая, да? Да, она любила очень цветы. Ну, скульптура, в первую очередь, это нахождение соотношения объемов. Вот когда найдено соотношение объемов, дальше уже идет работа на внутреннюю. Вот, но в первую очередь еще, это, конечно, как вы сказали, эмоциональный предпосыл. Вот он есть, дальше уже... А дальше художник ведь что? Он как радиоприемник. Он ловит волну, которая там, в ноосфере. Поймал через головку. Синило. Пропустил через душу и все, и в руки. Вот если хороший художник, у него получится произведение. Если испорченный приемник, то не получится. Вот и все. То есть секрет творчества очень простой. Это никогда не знаешь, как, что поймаешь. Это говорит очень просто. Да, если поймаешь, то сразу раз перед глазами родилась, то уже дальше делу рук. А делу рук – это уже как бы результат школы. Дорис Михайлович, все гениальное создается отплыв, правильно? Все, да, все воспринимается. Все воспринимается. Кто может восприниматься? Да, сам ничего. Вот то, что вот сейчас иногда бывает в современном искусстве, актуальное искусство. Да, вот актуальное искусство, вот мой друг и одноклассник Никита Петрович Фомин очень удачно выразился в одном интервью по радио. Он говорит, вот актуальное искусство – это игра ума. То есть я вот так сделаю, я вот это сделаю, и все. А остальное искусство, настоящее, это все-таки игра, то есть это даже не игра, это выплеск именно и через душу. Работа. Да, то есть получается, что да, вот есть объекты ставятся, есть инсталляция, это игра ума. То есть я вот так поставлю, а я вот так, а я вот кубик поставлю на ребро и приклею. Вот все будут балдеть. А дальше это никому не нужно. Нет, ну памятник получился, вот на мой взгляд, в меру такой романтичный, да, все-таки вот этот ее жест груди, вот поворот головы, да, и в то же время он и в меру достаточно спокойный, строгий, да, и как бы… Мы хотели, чтобы он был интеллигентным. Чувствуется, да, чувствуется, что как бы это не просто восторженная, да, такая вот эмоциональная женщина, но это та женщина, которая умеет руководить и что-то делать. Конечно. Вот, поэтому вот тут как бы вот эту меру как раз… Ну это уже будем когда, да, сумели соблюсти сандартами. Когда уже вылепим в большом размере. Дальше уже пойдет работа над самим уже образом, именно в большом размере. Там уже и портрет, и все остальное. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...